Из Степанакерта присоединяется общественный деятель, в недавнем прошлом государственный министр Арцаха Рубен Варданян. Рубен Карленович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, какая сейчас обстановка в Степанакерте? Вот последние цифры обнародовали по погибшим уже 25 человек. Ну, погибших и раненых намного больше. Просто то, что уже официально зарегистрировано, просто потому что еще вся информация собирается, так как бои идут. По всему периметру окруженного Арцаха, я хочу сказать, что люди, которые находятся за пределами этого региона, должны понимать, что сначала Азербайджан создал блокаду и 10 месяцев держал население, что 20 тысяч человек без электричества, газа, без хлеба, без медикаментов и не было транспорта. Сейчас у нас нет здесь света. Продолжаются обстрелы даже сейчас. Бои не прекращаются. Полномасштабная война, причем понятно, что с огромным превосходящим по силам противникам. Но я хочу сказать всем, что вы должны, армяне мира, гордиться Арцарцами. Они достойно сопротивляются. Огромное количество потерь у противника. Огромное количество потерь. Они не ожидали такого сопротивления. Они думали, что голодом, а потом просто психологически они сломают Арцарцам. Это им не удалось. Арцарцы очень достойно сопротивляются. Арцарские армяне показывают, что для них это родина, это не пустые слова. Поэтому бои идут по всему фронту. Рубен Каролинович, как вы оцениваете позицию армянских властей, в частности заявление премьер-министра Николы Пашиняна? Я уже говорил и хочу еще раз сказать, что я считаю, что это категорическая ошибка, потому что это не политика, это не вопрос должности. Это то же самое, как он не сделал в 2020 году, когда я 5 октября обратился и сказал, надо достануть войну любой ценой. Даже если после этого потеряете пост, не бойтесь этого. Надо иногда ставить свои личные интересы выше интересов. Нельзя ставить свои личные интересы выше интересов страны и нации. Поэтому сейчас происходит то же самое. Ради сохранения власти, ради сохранения какой-то иллюзии он пытается убедить, что какой-то мирный договор, который будет подписан на условиях, которые все равно изначально будут несправедливыми, спасут Армению от того, что Азербайджан откажется от своих агрессивных мыслей. Поэтому однозначно это неправильно. Это сейчас отечественная война, у нас сейчас стартараба, как я сказал, и год назад. И мы все должны это осознать, что вся эта политика, вся эта мишура должна отойти в сторону. Люди гибнут, и гибнет действительно два государства, не одно государство. Я хочу сказать Николу Пашиняну, что он пришел во власть и стал руководителем не только Армении, но и ответственным гарантами за безопасность. Еще второе. Да, непризнанным, но государство, которое было создано армянами, и за 32 года было сделано очень много для того, чтобы Арсах жил самостоятельно своей жизнью. И в этом смысле это катастрофическая ошибка, что он делает. Сейчас надо отказаться от этой теории, которую он выдвинул. Объявить Отечественную войну и вместе защищать свою родину. Это выше всего. И я уверен, что тогда и союзники, и мир по-другому повернется к этой ситуации. А сейчас получается, ну гибнут 120 тысяч человек, ну пусть гибнут. Мы там отдельно, мы ничего не можем сделать, мы со стороны будем смотреть, как гибнут 120 тысяч армян. Как вы будете спать после этого, господин Пашинян? Как вы будете спать, господин Арстинян и подобные КПшники, которые так цинично могут заявлять, что 120 человек это ни о чем. Мы не можем ставить и по 33 миллиона. Да вы ставите по 3 и 3 миллиона, и 10 миллионов, которые живут по всему миру. Просто уничтожая самую корневую систему. Арцах это не просто независимое государство, в котором живут армяне. Это один из корневых опорных точек всего армянского мира. И поэтому я категорически обсуждаю то, что делают Пашини. Категорически. Рубен Карлинович, во второй половине дня появилась информация, что власти Нагорно-Карабахской республики готовы к переговорам с Баку. Вы говорите, что Арцах будет сопротивляться дальше. Можете подтвердить готовность сесть за стол переговоров? Ну, еще раз. Арцахское руководство всегда говорило, что оно готово к переговорам. Но переговоры подразумевают не под дулом пистолета. Никогда тебе сначала устраивают блокаду, а потом говорят, а если ты не возьмешь у нас еду, то мы тебя накажем. А это разговор, который требует уважение с двух сторон. А если это будет только так, что вот мы, наша повестка, вы должны нам полностью починиться, сдаться и на коленях проползти, ну, это не переговоры. Это уже ультиматум по полностью выдавливанию армян из Арцаха. И в этом смысле многие здесь живущие для себя приняли решение, что они скорее погибнут, чем уйдут из Арцаха. Поэтому ждет тяжелый период, потому что, да, всегда заявляло руководство и предыдущей Арцаха, и сегодняшней, что готовы к переговорам, если они будут в нормальном формате, с нормальными гарантиями, что Азербайджан уже нарушил столько раз все свои подписанные документы. Как можно им доверять? Как можно доверять государству, который совершенно спокойно сделал героем человека, который зарубил во сне офицера, а он его вытащил из Венгрии и сделал его героем? Как вы хотите, чтобы мы могли ему доверять? Как можно доверять человеку, который украл в машине красного креста больного человека и собирается его осуждать, судить? Как можно собирать какие-то переговоры, которые приведут к какому-то соглашению, если на таком уровне постоянно нарушается все? Соглашение 9 ноября не выполняется до этого года. И это совершенно ценительное спокойствие. Мы сильные, мы можем себе это позволить. Но так, это еще раз, это же все меняется в жизни. Я и ГЛ буду говорить. Жизнь длинная. Это не 10 лет, не 20 лет. Да, 44 года вы во власти, семья Алиева. Но это всего 44 года. Это ничего. Просто через некоторое время потом опять все поменяется. И будет сейчас ситуация по-другому. И что вы делаете? Вы запускаете маятник, который просто со страшной силой вернет вам обратно. И Бакинская республика, непонятная, которая не признана ни Ираном, которая считается не очень непонятным, чем тоже может исчезнуть карты. И что вы будете делать тогда? Как вы будете смотреть к следующим поколениям? Рубен Карлович, спасибо. Берегите себя. На прямой связи Степан Акерта. С нами был общественный деятель и бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян. Данян.